О главных событиях пятницы расскажет команда проекта «Наше время». Добрый вечер. Сегодня мы акцентируем ваше внимание на таких темах. Теперь и Нидерланды. Украина подписала еще одно соглашение о гарантиях безопасности. В списке партнеров уже семь стран. Кто следующий? Лидеры ЕС обсуждают возможность отправки своих войск в Украину. Кто и при каких условиях готов это сделать? Борьба украинцев – это и наша борьба. Потому что, сражаясь в течение двух лет за целостность своей территории, они также сражаются за безопасность Европейского Союза. Алексея Навального похоронили в Москве. Кто пришел проститься с главным критиком путинского режима? И есть ли задержанные среди сторонников оппозиционера? Россия без Путина! Кремль лишился еще одного партнера. Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти. Кто еще разрывает отношения с Москвой? И далее обо всем подробно. Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как отметил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с нидерландским премьер-министром Марком Рюте в Харькове, договор предусматривает выделение Киеву 2 миллиардов евро военной помощи уже в этом году. Также соглашение формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против России и, кроме того, поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО. О чем еще договорились в Харькове президент Владимир Зеленский и премьер-министр Марк Рюте, расскажем далее в сюжете. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рюте встретились в Харькове во вторую годовщину ракетной атаки на здании Харьковской областной военной администрации. Тогда погибли 44 человека, еще 15 были ранены. Террор не знает границ, и его необходимо остановить, заявил глава украинского государства. Такие города, как Харьков, нуждаются в защите и ее усилении. Поэтому символично, что договор о безопасности между Украиной и Нидерландами подписали именно в Харькове. Все сферы, оборонное сотрудничество на земле, в небе, на море, сотрудничество технологическое, политическое, экономическое, Нидерланды уже оказывают нам весомую поддержку для защиты неба и в укреплении нашего ПВО. И в приближении того момента, когда в украинском небе появится первый украинский F-16 от наших партнеров. И мы должны сделать еще больше, все партнеры вместе, чтобы дать надежную защиту нашим общинам и таким городам, как Харьков. В частности, в соглашении о безопасности идет речь о том, что Нидерланды предоставят Украине в 2024 году 2 миллиарда евро военной помощи. А также будут оказывать оборонную помощь в течение следующих 10 лет. Рютев Харькове также раскрыл содержимое пакета помощи Киеву. Уже выделены средства на покупку боеприпасов для Украины. Они закупили большую партию патрульных и боевых катеров для полиции и пограничников. Мы стоим рядом с Украиной, плечом к плечу. И здесь, и сейчас мы продолжим оказывать прямую военную, финансовую и гуманитарную поддержку. И мы продолжим искать другие способы, каким образом мы можем помочь. Например, некоторые недавние закупки. Мы передадим 22 патрульные лодки для Госпогранслужбы Украины и для полиции. А также три боевые лодки. Мы закупили четыре радара и девять гаубиц, которые мы предоставим к тому, что уже предоставили. Нидерланды помогут чешской инициативе закупить 800 тысяч боеприпасов. Это произойдет в ближайшие недели. Я сейчас уже могу сказать, что мы выделим еще 250 миллионов евро на помощь. И я уверен, что коллеги по НАТО присоединятся ко мне в этом процессе. Появление истребителей F-16 в Украине на контроле у Нидерландов. Они сделают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Пообещал Марк Рюте. По поводу F-16 мы идем по графику. Это означает, что позже в этом году они будут в украинском небе. Но еще много нужно сделать. И одна из вещей, которую мы согласовали сегодня, это ускорение этого процесса. В том смысле, что нам надо убедиться в отсутствии преград, которые могут вызвать задержки. Владимир Зеленский и Марк Рюте также посетили один из самых пострадавших после российских обстрелов районов Харькова. И почтили память детей погибших из-за агрессии России. А еще побывали в метро-школе, где учатся почти тысяча маленьких украинцев. Для Марка Рюте это первый визит в Харьков. Он назвал его символичным, поскольку именно отсюда в Нидерланды отправляли тела погибших в катастрофе рейса MH17 в 2014 году. На брифинге с Владимиром Зеленским нидерландский премьер подчеркнул, что остановить российский террор – это общий долг. Кроме Нидерландов, соглашения по безопасности с Украиной подписали еще шесть стран. Гарантии также предоставили Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия и Канада. Как отметил президент Владимир Зеленский, каждый такой договор дает Украине большие возможности и укрепляет основанный на правилах международный порядок. Чем больше союзники будут взаимодействовать между собой, тем скорее российские террористы проиграют, подчеркнул украинский лидер. Силы обороны Украины показали, как на Авдеевском направлении спецназовцы ликвидировали шесть единиц российской бронетехники. Подробнее о том, что сейчас происходит на передовой, расскажем далее в сводке генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Россияне безуспешно штурмуют возле Крынок, не меняя тактики, отмечают силы обороны Юга Украины. В нашей зоне ответственности россияне ограничиваются мясными штурмами. Однако мы отслеживаем их активность, и создание дополнительных ударных группировок не фиксировалось. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. В эфире марафона «Едині новини». Россияне не прекращают и мясные авиационные атаки. Но у Украины есть средства, чтобы уничтожать самолеты захватчиков на большом расстоянии, говорят в воздушных силах ВСУ. Россияне никак не могут понять, что их здесь не ждут, что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, поскольку есть у нас уже сегодня средства, которые могут их доставать. И эти средства есть и на севере, и на юге, и на востоке нашей страны. Поэтому российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ в эфире марафона «Едині новини». На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Андреевки, Танэньково и Первомайского Донецкой области. Силу обороны отразили все атаки, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Напряженная ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении. Но ВСУ стойко держит оборону. Вблизи Часового Яра возведено несколько колец обороны. Также насыпан ряд различных минных полей, как противотанковых, так и противопехотных. Возведены минные валы. Кроме того, очень много инженерных препятствий, которые не позволят тяжевой технике противника преодолеть по ОСУ. Илья Евлаш, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ в интервью «Радио Свобода». Десантно-штурмовые войска показали видео уничтожение очередных российских «Уралов» и «Камазов». А на Авдеевском направлении спецназовцы уничтожили шесть единиц российской бронетехники с помощью украинского ракетного комплекса «Стубна». На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, наращивает численность штурмовых групп, бросает в действие новые резервы. При этом оперативная обстановка динамична, силы обороны продолжают оборонную операцию. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» в Телеграм. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 414 тысяч человек. За сутки было уничтожено 920 военнослужащих, 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем и десятки другой техники россиян. Российские войска массировано ударили по Волчанску Харьковской области. В городе прогремело по меньшей мере 30 взрывов. В результате обстрелов повреждены частные дома, ранен один местный житель. По информации национальной полиции, всего за сутки из-за российских обстрелов Харьковской области пострадали 5 человек. Ракетами С-300 российская армия ударила по Константиновке, это уже Донецкая область. Там повреждено 18 гражданских объектов. Одна из ракет попала в админздание полиции. Также разрушены больницы, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия и 10 жилых домов. Информация о пострадавших не поступала. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в этом году Украина получит 16 миллиардов евро из пакета помощи Европейского Союза на общую сумму 50 миллиардов. Также на заседании Кабинета министров глава правительства рассказал о других программах поддержки Украины и уточнил, на что именно пойдут эти деньги. Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения к членству в ЕС. В этом году ожидаем получить 16 миллиардов евро бюджетной помощи от ЕС. Сегодня одобряем соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией, программа поддержки реформ и восстановления. Это соглашение предусматривает увеличение общего бюджета программы до 374 миллионов евро. За счет этих средств предполагается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, поддержка малых фермерских хозяйств и других производителей сельхозпродукции, модернизация пунктов пропуска, сопредельных с границей ЕС. Канада может отправить в Украину своих военных. Об этом в интервью изданию «Торонто Стар» заявил канадский министр обороны Билл Блэр. Он уточнил, что войска не будут участвовать в боевых действиях, но готовы обучать украинских солдат. «Мы постоянно проводим тренировки для украинцев, но, я думаю, было определенное признание того, что с проведением некоторых тренингов возникли сложности. Ведь тяжело вывести людей из Украины для прохождения таких тренировок. Поэтому были некоторые дискуссии о том, можем ли мы сделать это более эффективно, а также возможно ли это сделать в Украине». Билл Блэр, министр национальной обороны Канады в интервью изданию «Торонто Стар». Европейские лидеры также не исключают возможность введения войск в Украину. Вслед за Францией о такой перспективе заявила и Эстония. По словам премьер-министра Каи Кала, союзники должны дополнительно обсудить помощь Киеву в закрытом формате. Кто и на каких условиях готов отправить свои войска в Украину, Никита Скобликов расскажет. Во Франции не затихают разговоры о возможной отправке своих солдат на территорию Украины. Первым о том, что этот вариант исключать нельзя, заявил президент республики Эммануэль Макрон 27 февраля. Продолжив эту тему уже через два дня премьер-министр Габриэль Аталь. По его словам, никто во Франции не принимает вероятность победы России против Украины. Сейчас федерация становится прямой угрозой для Парижа. Борьба украинцев – это и наша борьба, потому что, сражаясь в течение двух лет за целостность своей территории, они также сражаются за безопасность Европейского Союза и Франции, потому что диктаторы не берут отпусков. И если Украина опадет, линия фронта неизбежно переместится на запад. Когда мы говорим о французских солдатах, мы вполне можем говорить о солдатах, участвующих в тренировках, наземной противовоздушной обороне или защите определенного количества границ. Я думаю, что это такая первая ласточка. Ну, а, конечно, учитывая, что Франция является наибольшим производителем оружия в Европейском Союзе, наше сотрудничество и инициатива, которая сейчас довольно-таки агрессивна противорусская, противопутинская со стороны Макрона, нам опять же на руку. Идею Макрона об отправке солдат в Украину европейские лидеры встретили неоднозначно. Главы правительств Германии, Великобритании, Испании, Польши и Чехии отвергли предложение. В то же время власти Латвии и Эстонии поддерживают обсуждение этой темы. Я думаю, это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различных вещей, так как все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну. Кая Калас, премьер-министр Эстонии в комментарии агентству политика. Украина не запрашивала иностранных войск для помощи в сопротивлении российской агрессии. Впрочем, как считают дипломаты, подобные разговоры – хороший сигнал. Понятно, что сегодня Украина ждет прежде всего решения вопросов, о которых есть прямые договоренности. Это ускорение и увеличение поставок военной техники и высокотехнологических решений – дроны, снаряды, дальнобойные ракеты, авиационные компоненты. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в комментарии «Интерфакс Украина». Важно, и для меня наиболее важно, что это индикатор того, что есть понимание, насколько сейчас опасная ситуация, насколько необходимо все-таки сейчас ускорить и действия, и объемы, и виды военной помощи для Украины. В Кремле же бьют тревогу. Пропаганда трещит по швам, ведь месяцами в российских новостях твердили о том, что Россия уже воюет с НАТО на территории Украины. Однако, когда появилась вероятность хоть малейшего соприкосновения с солдатами Альянса, Путин вновь угрожает ядерным оружием. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия. Спустя два года полномасштабного вторжения России в Украину, Европа, наконец, отбрасывает иллюзии относительно возможности договориться с Кремлем. Бундестаг моделирует сценарий возможного нападения на НАТО. Северные государства Альянса проведут масштабные военные учения в марте. А Еврокомиссия в ближайшие недели представит новую европейскую стратегию оборонной промышленности. Речь пойдет о совместных оборонных закупках, ускорении темпов производства вооружения, а также внедрении современных технологий безопасности. Страны Большой Семерки продолжат искать механизм использования замороженных российских активов в пользу Украины. Как сообщила министр финансов США, речь идет о 300 миллиардах долларов. Джанет Йеллен обратила к своему французскому коллеге с просьбой помочь разработать варианты решения этого вопроса до следующего саммита G7, который пройдет в июне. Здесь есть сложные юридические вопросы. Мы согласны с тем, что все, что мы делаем, должно иметь твердое международное правовое обоснование. Мы будем продолжать работать. Сотрудники Министерства финансов Франции работают с нашими сотрудниками. Мы призвали министра помочь нам найти варианты, которые мы сможем представить лидерам Большой Семерки. Джанет Йеллен, министр финансов США, в интервью Reuters. Алексея Навального похоронили в Москве. Проститься с российским оппозиционером пришли более тысячи человек. Однако в храм, где состоялась панихида, полиция допустила только родственников и близких политика. Остальные выстроились в двухкилометровую очередь до Борисовского кладбища. Люди провожали Навального, скандируя его фамилию. По данным российских СМИ, силовики задержали не меньше 50 человек. Напомню, о смерти Алексея Навального в колонии стало известно 16 февраля. Тело погибшего политика передали матери только через неделю. В медицинском заключении указано о якобы естественной причине смерти. Но сторонники оппозиционера уверены, что его убили. Вдова Навального Юлия пообещала продолжить дело мужа. Он был очень такой, понимаете, настоящий человек. В политике такие люди и большая ценность. Поэтому угроза огромнейшая. Но мы не отчаиваемся. Потому что лиц, как нас много. Поэтому Россия будет свободной. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия! Напомню, что Европарламент принял резолюцию, в которой прямо обвинил Путина в смерти Алексея Навального. Документ поддержало абсолютное большинство депутатов. 506. Также парламентарий требует независимого международного расследования гибели российского политика. Убрать Россию из ООН. Таков лозунг «Акции в Грузии». Активисты развернули на мосту мира в Тбилиси плакат, на котором перечислили преступления РФ за последние 30 лет. Таким образом, активисты напомнили, что Россия незаконно занимает место СССР в ООН. На баннере есть QR-код, который ведет на соответствующую петицию. Она уже набрала почти 400 тысяч подписей. Добавлю, что в уставе ООН указано, что Советский Союз до сих пор существует, а Россия вообще не упоминается. Россию снова атаковали дроны. На этот раз под удар неизвестных беспилотников попал военный завод в Сдержинске Нижегородской области, сообщают РосСМИ. Местные паблики написали о звуках взрывов и ярких вспышках. Атаку подтвердил и мэр города. Сообщил, что якобы разрушений и пострадавших нет. По данным Радио Свобода, военный завод имени Свердлова является градообразующим предприятием в Сдержинске. На нем производят взрывчатку и оборонную продукцию. Предприятие находится в санкционных списках ЕС, Великобритании, США, Канады и ряда других стран. И к другим важным темам. В Болгарии с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз в страну российской нефти. Причиной остановки топливного импорта из РФ стала полномасштабная война, которую Кремль развязал против Украины. Болгарские депутаты долго не могли прийти к единому мнению по этому вопросу. Но уже в начале 2024-го был принят закон, который предполагает замену российской нефти на аналоги из Казахстана, Ирака и Туниса. Канада вместе с партнерами по Большой Семерке ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. По словам главы канадского МИДа Мелани Жали, этот запрет дополнил санкции на импорт бриллиантов, введенный в декабре прошлого года. Цель таких ограничений – уменьшить доходы режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из России. Канада продолжит работать с другими странами Большой Семерки и международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поступать на рынки Семерки. Это даст канадским потребителям дополнительную уверенность в том, что приобретаемые ими алмазы поддерживают незаконную войну России против Украины. Мелани Жали, министр иностранных дел Канады. Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне против Украины. Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе Тинькофф Банк, японские активы которого будут заморожены в конце марта. Санкционный список также пополнили концерны Калашников, Алмаз Антей, Уралвагонзавод и Атомфлот. Напомню ранее, ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины санкции расширили США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Украина за месяц уничтожила 13 российских самолетов. Среди них 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35, а также 1 самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Таких, кстати, за время полномасштабной агрессии России уже потеряла армия уже два. Благодаря чему начался активный самолетопад захватчиков в материале Юлии Грановской. В то время как Россия активно наращивает присутствие своей авиации на востоке Украины, украинская армия успешно уничтожает самолеты противника. Речь идет о Су-34. Речь идет о Су-34. Чтобы бить дальше, нужно рисковать. Рискуя, они попадают в такие истории, как сегодняшнее сбитие Су-34. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ, в эфире марафона «Еды не новыны». Восточное направление фронта в последний месяц зимы превратилось в кладбище российских самолетов. Так, 29 февраля вооруженные силы Украины уничтожили российский истребитель Су-34. Он стал уже 11-м бортом, которого лишились оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день было сбито три российских самолета, два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. 27 и 26 февраля стало известно об уничтожении еще двух Су-34. А 23 февраля над Азовским морем был сбит самолет-разведчик А-50. 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус 134 на восточном направлении. Спасибо за работу. Николай Алищук, командующий Воздушными силами Украины, в Телеграм. Профессиональная подготовка украинских военных из подразделений ПВО. Дополнительные технические средства от Запада сделали возможным эффективное уничтожение авиации противника, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Что касается А-50 и других самолетов противника, это результат в любом случае нашего союза Украины и партнеров. Украине было бы очень сложно без союза с партнерами, а на некоторых направлениях и невозможно защищать свое государство. Если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины, применяем оружие от международных партнеров. А если на других направлениях, то применяем украинское оружие. Стоит отметить, что стоимость бомбардировщика Су-34 доходит до 50 миллионов долларов, тогда как цена А-50 – 330 миллионов долларов, а модернизированные версии гораздо дороже. Исходя из сведений, в открытых источниках Россия изготовила более 140 самолетов Су-34. Первую сотню выпустили к 2016 году. После начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 38 бомбардировщиков были сбиты украинской ПВО. Александр Ступ, бывший премьер-министр Финляндии, принял присягу на посту президента страны. Он стал 13-м главой государства. Обращаясь к парламенту, Ступ предупредил, что вторжение России в Украину ознаменовало новую опасную эру раскола. И отметил, что в Финляндии придется столкнуться с проблемами и неопределенностью. Но при этом призвал не впадать в панику. Чтобы обеспечить мир и безопасность страны, новый президент пообещал принимать сложные решения. Сейчас мы стоим перед новой эрой. В результате нашего военного союза и членства в НАТО мы сделали последний шаг в западное сообщество ценности, которому наша республика духовно принадлежала на протяжении всей своей независимости. США и Южная Корея присоединились к многонациональным военным учениям в Таиланде. ВМС и морская пехота отрабатывали операцию по штурму и удержанию условного плацдарма. Это была часть серии маневров под названием «Золото Кобры». В учениях также были задействованы войска из Японии, Малайзии, Сингапура и Индонезии. Партнерство очень прочное. Было семь стран-участниц на постоянной основе, три участника с ограниченным участием. Но в общей сложности у нас есть 30 стран, которые приехали сюда на «Кобра Голд». Это крупнейшее оборонное учение в Азии. Это самое продолжительное оборонное учение во всем мире. Грузооборот портов Большой Одессы в феврале составил 8 миллионов тонн, из которых более пяти – аграрная продукция. Это рекордные показатели экспорта с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты. Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности, особенно по экспорту зерновых в страны Африки и Азии. Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры. Фейсбук Париж закажет у французской компании 100 беспилотников для Украины. Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню, это предприятие производит несколько моделей разведывательных беспилотников дальностью полета до 100 километров. Дроны предназначены для сбора информации, мониторинга и разведки. Планируется, что БПЛА прибудут в Украину уже этим летом. А во Львове группа волонтеров начала собственное производство FPV-дронов для фронта. Они смогли накопить деньги и уже приступили к изготовлению беспилотников. Как происходит сам процесс и сколько дронов уже удалось сделать, смотрите далее. Андрей пошел защищать украинскую землю добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. За полтора года службы успел побывать в боях в Николаевской области на восточном направлении и принимал участие в освобождении Херсона. Однако был вынужден покинуть строй по состоянию здоровья. Тогда вместе со своим другом-инженером, который прекрасно разбирается в дронах, решили помогать собратьям в тылу, а именно самостоятельно изготавливать FPV-дроны. Мы работаем, грубо говоря, на определенное подразделение. Они нам дают характеристики, которые им нужны, и мы уже комплектуем дрон по этим характеристикам. Не так много производителей в Украине, чтобы полностью обеспечить FPV-дронами, поэтому лучше их производить, а не где-то покупать и ждать по два месяца, пока они придут. Но когда ты отдаешь ребятам вот такую готовую штуковину, и он с помощью нее там уничтожает что угодно, то это такое чувство, что я не могу вам передать честно. Когда он выходит, звонит тебе и говорит, я подстрелил танк, я говорю, лучший, тогда твоя работа имеет смысл. Запчасти волонтеры заказывают из-за границы, однако и здесь возникали проблемы. Ведь не всегда в наличии есть все необходимые составляющие для дрона. Ребята также учатся летать на дронах благодаря специальным манипуляторам, чтобы сразу на месте испытывать дроны и в случае необходимости улучшать их. Мы от А до Я делаем. Сложили дрон, прошили дрон, протестировали, ничего ли не нужно. После теста проверили крепление, ничего ли не открутилось. И отправляем ребятам готовое, чтобы они, грубо говоря, перед работой подключили, попробовали, как летает, и уже могли смело его зарядить, ехать на позиции и хорошо поработать. Сейчас уже изготовлена первая партия из десяти FPV-дронов. В будущем волонтеры хотят увеличивать их количество. Также от военных с фронта поступают просьбы поставлять ребы. Поэтому волонтеры планируют научиться производить и средства радиоэлектронной борьбы.